приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим об одном очень своеобразном типе девушек с которыми не стоит выстраивать отношения я бы даже сказал опасно выстраивать отношения именно опасно не то чтобы вы во что-то вляпаетесь что-то такое очень заметно опасно именно с точки зрения незаметности вы не понимаете когда скажем так перешагиваете грань а последствия будут очень серьезные сначала что за тип девушек умирающий лебедь назовем это так вечно грустная такая натура очень тонкая натура грустная ранимая даже не то чтобы ранимая постоянно грустит никакой инициативы от нее не исходит она не против чтобы вы как-то себя проявили там рассказали бы что-нибудь она будет слушать может быть даже очень внимательно слушать и если вы где-то затестируете слушать для вас вообще или а просто он как пялится в какую-то точку не то на вас слушает она дата скажу я слышал ну там что-то может поддержать разговор очень коротко в основном вы будете говорить как в анекдоте ученые забрели супер вакцину можно у кого это можно спокой ником два часа разговаривать колите покойнику эту вакцину и соответственно два часа с ним разговариваете только он при этом молчит вот вот здесь будет то же самое то есть вы сможете с ней очень много разговаривать только она будет при этом молчать. Вечно такая грустная, не то чтобы недовольная, она ничего не критикует, она просто такая вот умирающая лебедь, как я и сказал. Чем опасно? Почему я сказал, что это именно опасно? Неплохо, а опасно. Во-первых, нет никаких явных проявлений шкурности. То есть она, как правило, порядочна, такая девушка. Она не падка до каких-то там развлекушек, потребления, дискотек, ночных клубов и так далее. То есть, в принципе, вы в ней сразу же не заметите какой-то трэш. А его там и нету. Я говорю, она не падка, она не маскируется. Это во-первых. Во-вторых, все-таки для наиболее прошаренных комрадов, для комрадов религиозных, она может показаться религиозным человеком. Вот такая, знаете, вселенская грусть обо всем мире. Только великой схемы не хватает. Это может показаться чем-то таким тяготеющим к монашеству. В принципе, очень даже большой респект девушке, если она такого склада. Но, тут маленькое но есть. Тяготение к монашеству, знаете, в христианстве сам Господь говорил, что радуйтесь. Кто-то даже считал, и он считал очень много в Евангелии упоминания этого слова, когда Господь обращался именно со словом радуйтесь. Одно из основных слов. Так вот, а здесь человек не радуется. Понимаете, самые духовные люди, которых я видел, ну так вот, что называется концентрация духовных людей на одном месте, это были афонские монахи. Но это же были и самые радостные люди, которых я в жизни видел. И поэтому вот это обманчиво, такая вот смерть моя смерть. Это не духовность, это псевдодуховность. Потому что человек, который постиг духовность, он радуется, радуется о жизни вечной. И памятуя о смерти, да, ему действительно свойственно память смертная, так называемая, но памятуя о смерти, он о чем памятует, по сути? О железных крестах и оградах, которые в России вот эта вот трагичность такая. Где ящик водки? Человек еще не умер. Раньше, в 80-е годы, уже ящик водки отпускали, 20 бутылок поминать. Все, в церковь пойду. 20 бутылок водки и в церковь сразу. И крест железный. Такого нет в духовности, как раз в христианстве. Там это радость. И действительно, похороны на Афоне это то, что делается бегом. Человек достиг цели жизни. Я много раз об этом говорил. Он пришел к тому, к чему шел всю жизнь. О чем грустить. Вот. Поэтому это все никакая не духовность. Это псевдодуховность. Вы обратите внимание на то, что после общения с такой девушкой у вас будет ощущение выжатости какой-то. Просто отжатости. Тяжело общаться. Постоянно надо как бы кучу сил тратить. Заинтересовать, заинтриговать. Она вроде бы вас и не сливает, но вот что вы есть, что у вас нет. И действительно, потом какое-то ощущение то ли потерянного времени, то ли отжатости. Так вот, что будет дальше? Почему я говорю, что нельзя? Тут может появиться иллюзия, что так как человек неплохой в целом, на потребление не завязан, на разврат не завязан, я его под себя воспитаю. Это будет, как говорится, ну, чистый лист, да? Она ничем не замарана, под себя воспитаю. Условно говоря, воспитаю. Она меня узнает, что мне нравится, и будет себя, соответственно, вести. Не будет она себя, соответственно, вести. Это человек-смерть, человек-склеп, человек-могила. Такое бывает. И как раз это антидуховность. Ее не радует этот мир, ее не радует Божье творение. И ей ничего радостного в этом мире не надо. Что будет дальше, как я уже сказал? Если сначала в молодом возрасте эта девушка вам не будет мешать, как говорится, разговаривать с ней, ну, разговаривать вы будете как с покойником. Вот, ну, говорите, если хотите. То потом она начнет вам мешать. Она начнет и вас приводить примерно к такому же состоянию, чтобы и вы стали человеком-склепом. То есть, что ты все ржешь, что ты все развлекаешься. Так будет потихонечку, помаленечку. Кап-кап-кап-кап. Вот, что ты как дурак себя ведешь, как ребенок там, уже взрослая. И так далее. Она вас начнет учить потихоньку. То есть, превращать в такую же могилу, которой сама является. То есть, она начнет мешать. Вы будете пытаться ее развлекать, и поначалу она просто не будет развлекаться, а потом она начнет вам мешать в этом. Очень активно. Дальше, что еще будет? У вас в окружении обязательно появится огромное количество так называемых энергетических вампиров. Людей-пиявок. Она будет себя окружать ими. То есть, люди, которые действительно могут портить жизнь, она их будет притягивать. Потому что ей хочется, чтобы ее жизнь была плохой. Она сначала, по молодости, верит в то, что жизнь плохая. Но уже в более зрелом возрасте она хочет получать этому подтверждение, что жизнь ужасна. По сути, это война с Богом. Если Бог сотворил мир и сказал хорошо весьма, то вот, соответственно, она это оспаривает. Плохо весьма. И поэтому все дерьмо она будет собирать просто как губка. Вокруг вас будет большое окружение людей трэшовых. И в первую очередь это вполне возможно. Как правило, такая фигня, она идет по родословной. Будет трэшовая мама. Ну, ваша там, условно говоря, теща гражданская. Трэшовая мама, которая будет портить вам жизнь обоим. Вот. И это будет здорово. И как только вы попытаетесь привнести что-то, там, не знаю, светлое в жизнь, то, соответственно, ничего у вас не получится. Ее жизнь должна быть плохой. И если вы с ней свяжетесь на долгосрочные отношения, ваша совместная жизнь должна быть плохой. В конечном счете у вас появится то, что я называю психологической импотенцией. У вас не то, чтобы на женщину стоять не будет, у вас на жизнь стоять не будет. Все. Все плохо. Все ужасно. И, как я уже сказал, действительно, самое опасное, что это может быть похоже на духовность. И здесь могут залететь те люди, те комрады, которые никогда не залетят на короткую красную плюшевую юбку. Те комрады, которые понимают примерно, что определенного вида, типа женщины, как бы, спасибо не надо. Вот они здесь могут влететь. Это может быть даже девственница. Довольно-таки, ну, не то, чтобы позднее, там не 30, не 40 лет. Но это, по крайней мере, это не то, про что сейчас молодые комрады говорят, которые меня на место, в общем-то, ставят. Действительно, молодежь ставит на место. Когда я говорил, что 18-20 надо смотреть для отношений долгосрочных, мне некоторые комрады сказали, что, Аган, ты о чем вообще говоришь? До 16 сажают. Возраст согласия с 16. Но в массе своей в 16 никаких девственниц ты не найдешь. И мне это сказали люди близкие по возрасту, вот, к 16 годам. О каких девственницах в 16 ты говоришь? А до этого тебя посадят. Вот. Поэтому нету зазора никакого, когда можно было бы. Уже можно, но еще, как говорится, до тебя никого не было. Нету зазора в массе случаев. То есть, по крайней мере, мне так сказали. Люди, которые по возрасту ближе к ним, чем ко мне. Вот. Ну да, век живи, век учись, как говорится, отстал от жизни. Вот. Вот здесь такого не будет. Здесь действительно может быть адекватный возраст для более-менее серьезных отношений, там 18-22, и это будет девственница. Да. Потому что жизнь у нее плохана, и не пыталась разнообразить ее отношениями. Она даже не пыталась разнообразить ее трэшом, там, теми же ночными клубами. Вот. И это будет иллюзия порядочности, иллюзия духовности. Никакой порядочности и духовности там нет. Просто у человека, как правило, даже не как правило, вот есть грешники обычные, они, как говорится, здесь грешат, здесь грешат, здесь грешат. А есть гречники, грешники идейные. У них, как правило, один какой-то грех очень сильно превалирует над другими. И превалируя, он выдавливает другие. Например, ну, что сказать, скупердяю, сребролюбцу, будет довольно сложно стать каким-то кутилой, развратником, потому что все это требует денег. Пьяницы, например, это будет требовать денег. И наоборот, какой-нибудь пьяница, там, любитель застольей шумных, вряд ли он будет накопительством заниматься. Это не совмещается. Вот здесь то же самое. Она не будет развратничать, она не будет потребления вокруг себя создавать, потому что ее основополагающая страсть и грех. Ну, грех, переросший в страсть. Это борьба с Богом путем пожизненного доказательства, что плохо весьма. Не хорошо весьма, а плохо весьма. И все. И именно поэтому она может даже побаиваться потребления и того же разврата. Она скажет, а вдруг понравится? Ну, подсознательно подумает, а вдруг понравится? Вот. Тогда получится хорошо весьма. Да, не то, что Бог создал, а то, что его оппонент придумал. Но хоть в чем-то я скажу хорошо весьма. Хоть что-то понравится. А этого быть не должно. Но унылая какашка пожизненно. Вот, собственно, аккуратней будьте, потому что нет никакой грани. Нет грани типа измены, что, а, о, изменила, все, отношений не будет. Нет грани типа каких-то рэперных слов. Мужчина должен, настоящий мужчина, обязан, ЗАГС, без ЗАГСа ничего не должно быть. Нету каких-то стоп-факторов, когда вы должны сразу же сказать, что все, до свидания. Вот. Мужчина должен, пожалуйста. К мужчине за долгами, за взысканием долгов, а я пошел своей дорогой, здесь ничего такого не будет. Все хорошо. Вот. И еще один момент. Она к вам будет проявлять некоторый интерес. Вот, знаете, вы будете веселые, такой, все хорошо у вас. И она будет такая, ну, как бы, ну, и пофигу на вас. То есть, все плохо, плохо, плохо у нее. Но если вдруг у вас будет какое-то ужасное такое событие, не знаю, там, ну, не дай бог, кто-то из близких помрет, что-то руки-ноги вам оторвет, вот здесь она проявит к вам интерес, потому что она, в принципе, по жизни, как бы, ну, дерьмо собирает. И тут вдруг раз, кто-то при смерти, кто-то умер, гроб, могила, крест. И вы раз в самый такой момент видите соучастие в этом человеке. Он говорит, да, да, ты не волнуйся, похоронить помогу. О, человек ожил, елки-палки, я уже забыл, что человек рядом есть, а тут вроде засуетился. Вот. И вы будете благодарны. В момент ваших серьезных испытаний вам оказывается помощь, вам оказывается сочувствие. Вы после этого еще больше к ней прикипите. Но не обольщайтесь. Она не проснулась. Она проснулась на момент, на тот момент, когда у вас, скажем так, хуже, чем у нее. И ей еще можно почерпнуть у вас чернухи. То есть ее жизнь серая, а ваша черная в этот момент. И она как бы, о, черная жизнь, вот это да. Вот. Но дальше, когда вы скажете, ну что ж, как говорится, жизнь продолжается, надо потихонечку в цвет выходить, вы выше серого в цвет не выйдете. Она опять вас начнет тормозить. Просто действительно, когда от вас можно будет почерпнуть какого-то трэша, ужаса, трагичности, она проявит к вам интерес. Вот. Короче говоря, будьте аккуратны, друзья. Это просто, это просто вы себя в склепе замуруете. Я понимаю, что там есть какие-то соблазнительные моменты. Вот это непрожженность, нешкурность, отсутствие там тяги к потреблению, но и цена этого велика. То есть это все-таки непорядочность, это псевдопорядочность. Не духовность, а псевдодуховность. Если бы это было в силу духовности, цены бы ей не было. И действительно, она бы радовалась, что радовалась бы хотя бы тому, что от грязи от этой отвязалась. Вот. Но здесь немножечко, немножко абсолютно другой момент. Вот здесь будьте аккуратны.